...измерение материала телесного к миллиметрона. Опять возвращаемся. Ну почему опять к миллиметрону? Я вот как раз выписал восьмой пункт из плана работы научной исследовании, который для лаборатории когда-то был состав. И вот как раз мы в этом пункте здесь и сидим. Ну, планируем отчетные документы. Это мы выполнили, статьи есть, закладывать куча сделана. За тринадцатый год практически все, что нам предоставили товарищи из Красноярска для исследования отражательной способности микробового участка, спектра образцов материалов, релагентных телескопов. Все, что предоставили, у нас все было очень исследовано. Вам здесь на секундочку перебью. Это как раз тот случай, который нас добител. Пусть и Леонид Сергеевич, он, ну как бы, не принимал участие в этих исследованиях, и поэтому он не за авто. И эта статья у нас не вошла в те вот статьи, которые с ведущим ученым. Статья есть нормальная, полноценная, в хорошем журнале. Вроде как, что еще надо? Нет, нужно, чтобы он не натащит. Ну, напоминать, наверное, уже лишнее. Как это что? Что такое «Вильный кром»? Ну, самое интересное, что вот здесь что-то для нас интересное. Что здесь куча отражателей, но при этом всего. Конечно, главный театр – это контррефлектор, ну и так далее целая цепь отражателей, которые в конце концов догонят это самое излучение, которое нужно принять, собственно, до половины. Ну и вот тут вот и начинаются всякие чудеса. Значит, почему тут так внимание особое уделено отражательной способности? Потому что, что это отражательная способность? По-другому можно сказать, что это потеря на отражение. А потеря на отражение – это эффект излучения вот от того самого отражателя. Если отражатель куча, температура не достаточно высока, то можно столько нагрести, находясь приемным шумом, что они или балометр просто нагреют лишнего, ну или забьют все шумами. Ну, это все довольно просто и понятно. А вот и поэтому, собственно, были предприняты измерения, прямые измерения на нужных частотах, на которых будут работать приемники, вот этой самой отражательной способности или потеря на отражение. Ну, вроде бы, так сказать, формулы Хайглой Руденса известны, вроде бы никаких чудес не должно быть быть, во всяком случае, при комнатной температуре. Однако, миллиметровый диапазон, я уже повторяю, что-то однократно. Чем характеризуется? Что? Прежде всего, шероховатость сравнима с... Шероховатость при обычной обработке сравнима с глубиной, с кинсилой. А при этом можно в разы проиграть, если большая шероховатость. Далее. Всевозможное влияние обработки. То есть, прессованные или там, точеные, резные, там, и прочее, и прочее. Модифицируют вот этот несчастный в том числое, который доля микрона. Миллиметровый диапазон. И опять же, приводит к тому, что рассчитать невозможно, что это так все есть. Влияние вот этой цельной обработки рассчитать практически невозможно. То есть, приходит в токе измерять. Ну, опять же, толщина покрытий. Тут уже говорилось, что про тонкие эти пленки. Ну, классическая толщина покрытий, вот для, как предполагалось, вот для этих вот... от пассивных рефлекторов. Вот, по крайней мере, то, что Красноярск присылал. Это порядка 0,1-0,2 микрона. То есть, это и меньше, и сравнимо с лубиной с ним слоем. А для этого случилось? А для этого... Опа! Чего? Зайло. Вперед или оптим? Вот и я его хрущу. Неси? Нет. Ага, все. Несет. А для тонких слоев расчет возможен и вполне, вроде бы, возможно, расчет его вполне укладывается в некоторые измерения, но, но... Тонкие пленки, это совсем другого дела, что толстый металл. Как она устроена? Это же не монометалл, как правильно. Не монослои металл. Это какие-то, ну, для пушки, которые летят из этой вот... Ну, из аппарата, из которого осаждается вот этот вот, вот этот вот ценный металл. Это же не монослои. Поэтому соблазиться, считать заранее что-нибудь невозможно. Но! А при низких температурах, при низких температурах, тут начинается огромное влияние примесей. Причем примесей до уровня 10-3, 10-4, 10-5 от массового, так сказать, содержания исходных актов. И поэтому, прежде всего, ну, отмечу, что низкотемпературный расчет тут вообще-то практически невозможно. Поэтому был произведен, прежде всего, расчет, так сказать, идеальный расчет, что же можно иметь в настоящий момент, вл. не настоящий момент, а что нам дает природа, к чему можно стремиться, какие минимальные потери, от каких отражателей, каких металлов можно получить. Вот выполним расчет, отражательные способности, наиболее отражающих материалов, так, а тут мы что-то видим? Берите-то. Наиболее отражающих материалов в миллиметровом диапазоне. То есть, конкретные 150 ГГц, в зависимости от частоты, не сильно крутая, это очень похоже и до 200 ГГц, которая сама, например, будет. Ну, пересчитать не другое, интересно. Так вот, как вы можете увидеть, что охлаждение с целью уменьшения потери на отражение, ниже 6Х градусов, фактически ниже азота, практически уже неинтересно. Вот все, что мы имеем для всех, вот наиболее отражающих материалов. Ну, серебрость здесь не стали рассматривать, потому что серебро отписляется там вообще нигде, если что, боже. А с этим материалом может быть как-то и неинтересно. Вот, собственно, предел, чего можно стремиться. Или чего можно достичь. То есть, с точки зрения именно уменьшения потери на отражение, вот это вот все, что мы можем... Все, что нам дает природу. Но. Немного хуже сказать дальше. Значит, создан резонаторный спектр, это преизмерение кетриогенной температуры. Это довольно здоровенная машина. Включающие два резонатора, древний и короткий. Добротность, помнить это за миллион. При охлаждении до азота, здесь порядка двух-трех миллионов, добротность резонатора, это на частотах, ну, там, 150-130 гигагерц. А, значит, резонаторы помещены в медный такой кожух, могучий, чтобы выровнять внутреннюю температуру, выровнять температуру зеркала. Почему двух такой вот, двухресонаторный, двухресонаторный спектр, это для того, что вот такая конструкция позволяет обойтись собственными силами без привлечения каких-либо внешних эталонных и прочих. Самых привлечений систем. Здесь для расчета величины отражений и потерь не нужно никакой, не нужно привлекать никакой кривой информации. Все получается из измерений ширины резонансной кривой. Вычистот, конечно. Это такое техническое решение, на которое в стране, в союзе, тут же потерь, конечно, получили. Ну, сейчас неинтересно. Ну, вот, еще раз. Вот одно зеркало, второе зеркало длинного резонатора. Одно зеркало аналогичное к этим двум короткого. И вот здесь, в этом месте расположен, собственно, вот так часто называют, расположен, собственно, образец. Вот в данном случае это алюминиевое зеркало. Размер порядка 78 мм. И вот этот вот пятачок, вот этот пятачок охлаждается до, ну, получишь 4 градуса, получаемое время. Вот так это вся эта кухня выглядит внешне. То есть вакуумная камера с системой напуска. Ну, система напуска различных газов. Как это называется? Криоголова, которая, собственно говоря, и охлаждает вот этот образец, вот ее выход. Ну, и система регистрации, обработки, там, упражнений и прочее, 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 прочее. Ну, и результат. Вот на этом графике у нас ввода приведены практически все результаты исследований пленок. Пленок было немного, просто ягодство как-то не больно, так сказать. Нас жаловали, ну, так 3-4 варианта пленок они выдали. Результат, вот смотрите, вот нижняя кривая – это расчет для алюминия. Так, второе, все эти пленки – это на поле элите, нанесенные алюминий с общиной порядка 100-200 нанометров. Так называемый магнит по магнетронным испылением вакуума. Ну, как вы видите, да, вот эта лифняя кривая – это для хорошего алюминиевого зеркала. Отличие есть, но все-таки такое для всех этих пленок. Для пленок, в общем, пленки далеки от совершенства. Поэтому тут, если на них расчистить и вылизывать, там, дотаскивать до самых-самых минимальных потей, тут все, работа все работает. Но самое главное, пленки тонкие, совершенно ясно. Потому что толстые алюминиевые зеркала, хорошо обработанные, оно у вас на лесу, пожалуйста, имеет не очень чистого алюминия, сразу скажу. Имеет потери при реагентной температуре, ну, раза в 2, в 1,5 раза больше, чем только расчет дает. Это для пленок. Мы пытались понять, что же вообще можно получить на самом деле при реагентной температуре с нашей современной техникой и с нашим современным металлом. Вот, смотрите, за это я закупил алюминий, РУСАУ фирмы 4,9 не гарантируют чистоты алюминия. Ну, вот получилось, вот смотрите, результат. При полной расхождении 5%, причем я не буду решить 5%, практически совпадение. При низких температурах, ну, расхождение в 1,70 раза. Мое мнение, не шибко-чисто алюминий. Да, толщина, не толщина, а величина широкого стиле, так сказать, вполне достаточна для того, чтобы забыть об этой широкого стиле. Ну, и еще нам сказать, что все эти зеркала сделаны алмазным весом, который не вносит в поверхность ничего. Свою умом. Ну, надо помнить, что у нас веслое порядка 100-200 нам. Вот результат для нашей традиционной классической меди, который бескислородный, так называемый, меди. Ну, вот здесь у нее расхождение при полной 20% для величины потерь на отражение крови, при приогенике уже 2 раза. Ну, это, собственно, все, что мы имели из реальных материалов на современный день. Ну, хотелось бы, этот вот результат я показываю буквально позавчерашний, хотелось бы, нам захотелось выяснить, чего же можно на самом деле достичь по современному этапе нашего развития. Ну, я купил меди, сейчас скажу, в Новосибирске, которые гарантированы, что это 5-9 частоты по меди, все остальное там тоже буквально достаточно мало. И самое главное, что как-то это удалось, это монокристаллический бульк меди. Из нее был выточен, ну, совершенно аналогичное зеркало, обработанное точно таки по классической технологии алмазного рисунда, с такой же минимальной широковатостью. И вот, вот черные точки, это вот результат измерений. Ну, расхождение самим есть, столько здесь есть, но уж не такое большое. Да, красный певает расчет, вот, для 210-230 гиг, вот этот расчет по теме. Ну, вот то, что мы имеем, то, что имеем, вот. Но, но, есть было еще мнение, что возможно, вернее, не мнение, это известно, что всякая термическая работа модифицирует структуру материала, и там, возможно, получить и хуже, и лучше. Ну, вот мы это зеркало отожгли, водородные печки, по классической технологии лоджи, которая у нас в институте принята. Ну, и вот уже результаты, вот, в синий, вот, в северке, это уже результат с того же самого зеркала, но отожженного подороже. Ну, практически, теоретически, пределы бы выше. Ну, вот, собственно говоря, и все, что мы можем видеть в настоящий момент. Были сомнения, поэтому тут вот несколько повторов было, циклов, несколько циклов охлаждения-нагревания, охлаждения-нагревания. Пока, так сказать, не получилось более-менее стабильный результат. Ну, я вам, так сказать, похвалю, что иметь резонат разобротность в несколько миллионов при криогенном охлаждении, ну, я еще того не слежу. Ну, тут выводы. Значит, установка сделана, понятно. Получены экспериментальные данные, в том числе и по процессам, предлагаемые для использования для миллиметров. Вывод отсюда. Все пленочные отражатели, которые предполагались от двух до пяти раз хуже, чем это предполагается из расчета. Даже для учета тоже пленок. Ну, понятно, при охлаждении до четырех потерь памяти, ну, по-прежнему в разы выше расчета. Ну, и отсюда следует вывод, что нужно увеличить, для увеличения толщины пленок. Это мы проходили еще для проекта плант, когда перестали в интервью, сделали там 23 микрон на толщину пленок. Это и толщину напыления алюминия и пленки на, соответственно, напылинной пленки. Ну, и там все вышло более-менее на теоретических пределах. Ну, в общем, все позитивные. Спасибо. Спасибо за интересный плант, особенно за то, что все-таки длинный-длинный путь к теоретическому пределу, по имени, похоже, завершен. Да, завершен, потому что я уже много лет общался с Володей, вот он шел к этому теоретическому пределу, и вот он пришел. Вот интерес, вы видите его в эксперименте. Вопрос, коллеги. Пожалуйста, Илья Константинович. План, какую максимальную частоту сегодня ПТЗ планирует миллиметром? По-моему, там 600 гигг. У них в последний прием, да? Я не решил, там терагерция. Нет. Что, нет, там сейчас гораздо более высокие частоты, и там есть как бы две концепции. Есть концепция на все зеркало, на все 10 метров, а есть только на центральную часть. И там уже и 4 терагерции есть. 4,7 терагерции, это 63 микрона кислородная линия. Я вообще слышал от кого-то недавно, что 20 микрон они хотят использовать по пробойчивой длины воды. Это уже, извините меня, вообще-то не то. Что будет со всеми этими измерениями? То есть на этих частотах что будет? Сейчас у меня установка, я могу, вот сейчас покажу, внешний вид, вот, собственно, внешний вид, вот, запитывающее устройство, собственно, тут генератор, вся квази-оптика, детектора и прочее. Вот эту часть, вот эта часть запитывающая, у меня доведена до 520, ну, до 500 гигагерц. Работает, результаты есть. То есть это просто заменяется генератором, заменяется, если эта доска ставится в соответствующий диапазон. Больше пока продвигаемся, но трудно. Это экспериментально, а теоретически. А теоретически, что-то. Надо будет, считаем. Здесь, Константиночка, это другая проблема, всего на том, что, поскольку я уже сказал, Краснояр-26, то есть вот так валикируют, вот, и у них нет проблем с радиодиодиодичастотными измерениями и со всеми делами до 40 гиг. И у них есть институт физики имени Керенского сибирского отделения, там же в Красноярске, где очень грамотно и крепкие дороги в инфракрасных измерениях. У них есть вся эта спектрофотометрия, в том числе инфракрасная, в том числе с реагентной головкой. То есть они на англии говорят, не, 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 вы тут до ЦК отойдите, мы сами разберемся. А вот попасть вот в район сотен гиг, это они не понимают. И вот здесь они ходят вокруг нас и говорят, вот тут вы нам помогите разобраться. Причем это помогание похоже завершится тем, что они заведут такие у себя в Красноярскую установку, и вот у них сейчас главная мечта, хотят завести установку, чтобы умереть все одному сидят в Красноярске и больше не ездить в Нижний Новгород. Это у них идея. Для этого им нужно завести и с ума отборщиков. Да. Ну вот они сейчас выходят вокруг него, посмотрим, через другую сторону. Плохо ходят, плохо ходят. Начет финансирования, как всегда, сам прекрасный. Нет, подождите, а в конце года в прошлогодние деньги все съели, поэтому ты им был не нужен, а нынешние деньги еще не начались, поэтому ты еще пока не нужен. Придут. Ну вот, вы сейчас сидят. А насчет по функции инфракрасных? Ну, не потянет вот этот рефлектор больше, чем один миллиметр. Ну, не верю я вам. Да нет, это не шансовник потянет. Здесь разговор только о центральной части зеркала. Я имею эту центральную часть. И особенность еще в чем? Еще уши открываются, господа. То есть, мало того, что нужно обеспечить хорошее качество поверхности, вы еще и должны эти уши раскрыть вот с той же самой точностью потрясающе. Вы понимаете, что 10 метров вы в ракете не увидите в космос. Она же вылетает, как в моей презентации написано, в сложенном состоянии. Поэтому никто не верит в вот такие терагерцы на полном масштабе зеркала. Дело в том, что подобную проблему они черпадут уже на радиоастроне. Радиоастрон – это прототип, это выключение, что называется, лекция. И уже там четко видно, что эффективная поверхность радиоастрона на мегакерцовых диапазонах и на верхних, там, где 1,3 см, она сильно разнится. То есть, видно, что радиоастрон раскрылся, ну, хорошо для миллиогерц, но плохо для гигагерц. То есть, это уже видно сейчас. А тут мы хотим еще два порядка находить, если внутри. Это немножко странно. Поэтому я тут цередаю. И, на самом деле, есть сейчас там реальная команда в технической группе. Есть фантазеры-астрономы. Мы видим сегодня на высоте представителей, Дубрович. Они могут фантазировать так, чтобы просто, ну, по этой мысли летит Карташов. Не меньше фантазировал, чем Дубрович, и поэтому его слушать просто страшно. А там сидит крепкая публика конструктора, и они, так сказать, уже сейчас внутри себя обрезаны идеально. Как видите, уже теперь не 12, кстати, вот на той старой трехотинке 12 метров, он уже и теперь 10. Они уже и обрезают диапазон, поэтому я, на самом деле, вот так не сильно вступил в дискуссию, где предельное значение. Потому что у тех конструкторов, которые сидят и отрабатывают, вера вот в эти бешеные трагерцы, их нет. Ну, что же делать там еще? Как бы, пап, покажем, подождем немножечко. Ну, а что будет именно с их, именно с рефлекторами? Ну, пускай привозят, раздельнемся. Ну, коллеги, у нас наша дискуссия перешла явно уже в такую вот беседу. Как Машин заказывал, он бы хотел продолжить свою беседу в бонус для кофе-плейка. И, по-своему, почти перестали. Мы всего на 10 минут теперь вываливаемся, не на 15, как перед этим, нашего графика. Давайте перейдем в конкурс для этого проекта. И после этого заслышим еще два оплата, и у нас дальше будет дискуссия. Прошу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.